Почему важно не произносить эти фразы? Дело в том, что все они вызывают очень сильное чувство вины у мужчины. И как только мужчина почувствует себя неполноценным рядом с вами, готовьтесь к тому, что произойдет ситуация жопа к жопе и кто дальше прыгнет. То есть отношения просто-напросто закончатся. Первая фраза. Потом поговорим. Потом поговорим. Потом поговорим, это значит потом я тебя. Я тебя психологически кастрирую, вынесу тебе все мозги напрочь, использую самый мощный блендер для того, чтобы правое полушарие смешать с левым, перемесить это все и через сито процедить. Потом тебя ждет полнейшее уничтожение. Вот я вас уверяю, ни один мужчина, слыша фразу «потом поговорим», не обрабатывает ее с позиции «вау, классно». «Потом поговорим», «вау», там, наверное, сейчас она мне расскажет какой-нибудь анекдот. Или «а, потом поговорим, типа она мне расскажет о том, как она меня любит». «Ты мой герой, я тебе за все благодарна». Нет. Мы, мужчину, эту фразу воспринимаем как что? Как угрозу. Это знаете, как бомба замедленного действия. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре. Это очень неприятная фраза, я вас уверяю. А откуда эти корни идут? Детство наше. Когда мама ребенку говорила нам, маленьким, «потом поговорим дома», «дома поговорил», «дома тебе пи***». Поэтому надо сделать все возможное, чтобы до дома вы как можно позже добрались. Либо, чтобы случайно пришла мамина подруга, либо, чтобы ее в гости кто-то позвал неожиданно, либо она обрадовалась, нашла три рубля на дороге и забыла про то, что она собирается меня там убивать. Так что, девочки, будьте, пожалуйста, внимательны. Если хоть раз говорили такую фразу своему мужчине, обязательно ставьте лайк этому видео. Следующее, это даже не фраза, а слово. Спасибо, спасибо, спасибо. К чему мы привязываем? Вот представьте себе ситуацию. Идешь ты с женой со своей, все нормально. Вы выходите, к примеру, из торгового центра, и ты открываешь дверь, пропускаешь жену, и сзади бежит девушка с сумками, и ты придерживаешь ей эту дверь, значит, чтобы она прошла. Ну, просто жест вежливости. Ну, как бы, а если бы ты ее отпустил, эту дверь, и в таблище там дверь ударила? Ну, как бы, ну, маразм какой-то, да? И ты пропускаешь, ну, и девушка там тебе отвечает, типа, спасибо, очень приятно. Спасибо, очень приятно. Очень приятно. Вежливый какой. И начинается вот это, когда ты, а мне дверь не придержал, хотя ты ей только что ее и придержал, она уже и забыла про это. И начинается просто бензопила, знаете, женщина превращается не в трель, а в дрель. Причем, ты уже забыл про это, ты уже приехал домой. Вот, вы уже ужинаете, сидите. И ты ешь и говоришь, любимая, спасибо большое, такие котлеты вкусные. Спасибо. Я видел, а я как ты говоришь, спасибо. Ой, что я по тебе не вижу, там уже растекся весь мартовский код, глазки строит, все с тобой понятно. Ну, смотри, смотри, смотри. Блядь, что смотри, куда смотри. Понимаете, причем, сами женщины, вот если быть абсолютно откровенными, это мои наблюдения. Даже семейные замужние женщины, вот они ходят по торговому центру, там, по магазинам. Вы всегда смотрите на других мужиков. Всегда. Причем, если мужик может посмотреть в общей картинке, повернулся, посмотрел и отвернулся. Ну, видел, симпатичная девушка, все. То женщина начинает разглядывать детали, повернется там. Что там у него? Лора пиано, туфельки, ну, нормально, тысяча девяносто, сто стоят. Часы, рубашка, ремень, портфель. Да, и не надо, пожалуйста, вот это вот ля-ля рассказывать. Только мы смотрим, значит. И вы тоже смотрите. Надо так делать. Вы убиваете в мужчине его такое джентльменство, его романтику. Ну, придержал дверь, ну, ничего страшного. Безусловно, бывают разные ситуации, когда мужчина начинает там прям явно выраженно флиртовать, делать комплименты другой женщине. Тут, понятно, есть повод расстроиться. Или, допустим, ты в магазин куда-то приходишь, и там продавщица просто мило с тобой общается. Ой, мне кажется, вам пойдет это, это. Не дай бог ты, блять, улыбнешься там. Не дай бог ты скажешь какую-то шутку там. Как-то пообщаешься с иронией. Причем это все происходит при женщине, да? И ты вот что-нибудь ляпнул, и все. Ну, как тебе идет? Продавщица спроси. Ну, что ты не можешь сказать, что мне нормально в футболке или в рубашке? Тебе самому нравится? Бери. У тебя есть, по-моему, подруга, пускай она тебе дает совет. Ну, какая подруга? Ну, она же здесь работает, а? Ну, что мне теперь с ней? Ходить с ебаном, простите меня за выражение, противозачаточным. А вот такая рубашка вам не нравится? Нет. А таки туфли. Давай быстрее, жаба, блядь. Возле меня жена стоит, суча. Ты че, блядь? Улыбаешься. Строго и по факту, блядь. Вот так, вернее, женщина представляет себе общение мужчины с другими женщинами. Знаете, вот там, молодой человек не подскажешься. Рот закрыла. Не подскажу. У меня жена дома, я люблю ее. Вот так, наверное, нужно делать. Я просто не понимаю этого. Напишите в комментариях, у кого часто из вас такие ситуации были, когда вы на вежливость своего мужчины, на нормальную вежливость по отношению к другой женщине реагировали с какой-то ревностью, с каким-то сумасшествием. Ну, это же просто катастрофа. Вот, я должен понимать еще один очень важный момент, что действительно есть категория женщин патологически ревнивых. То есть, это женщины, которые без малейшего повода со стороны мужчины всегда находят основание тревожиться. Настолько сильно, что прям до истерик это доходит. Вы не можете себе представить жизни без мужчины этого. Вы любой его какой-то жест по отношению к другой женщине воспринимаете как измену. Посмотрел – измена. Сказал – измена. Где вы его постоянно контролируете? Это уже невротическое состояние. И с этим нужно обязательно разбираться. Потому что там много страхов, детских страхов, комплексов, психологическая незрелость. Если вы ревнивая женщина, как правило, ревнивые женщины натыкаются на подтверждение своей программы. Чем сильнее вы ревнуете, чем сильнее вы следите, подозреваете, тем более высока вероятность того, что вам будут изменять. И наоборот. Как от этого избавиться? Под этим видео у меня есть ссылка. Регистрируйтесь на мою бесплатную программу. Я такая одна удобная или уникальная. И из любой точки мира принимайте участие. Следующая фраза, которая просто всех мужиков вымораживает. Уже ничего. В смысле уже ничего. Вот она, допустим, что-либо женщина говорит, мужчине рассказывает, а он там в своих делах, в процессах думает о чем-то, работает, сидит. Либо сконцентрирована на чем-то. И она ему, уже ничего. А что ты там говоришь? Уже ничего. Что нужно было сделать? Ничего уже. Ну, в смысле ничего. Ты видишь, я занят был немножко. Проще самой. Ну, ладно. Проходит какое-то время. И следующее вопрос поступает. Так ты не сделал? Так ты же сказала, что уже не надо ничего делать. Уже ничего. Ну, я не то имела в виду. В смысле? Уже ничего. Я это воспринимаю буквально уже ничего. Проходит два часа. А, ну понятно. Так тебе это надо было, значит. И везде ты понимаешь, что везде как бы прослеживается такой самовывод. Я говно. Я дерьмо. Я никчемный. Я бестолковый. Я ненормальный. Я придурочный. Я какой-то незрелый. Я невнимательный. Я незаботливый. Я вообще, господи. Как я живу? Как я живу? Вот ты трахайся со своим Колей. Ты видишь, мужчина он такой. Я такой, я такой, я такой. И к чему это в отношениях приводит? Ну, вот я женщина. Ну, и думает он себе, что он такой вот сикой. А мне-то что с этого? Нет, если мужчина находится в детской позиции. То есть, если я говорю так мужчине, то мужчина впадает в детскую позицию, да? Нет, он может провалиться в детскую позицию, начать доказывать женщине, что он не такой. Это нездоровые отношения. Либо, если он изначально в детской позиции, он будет оправдываться перед женщиной. Чувствуя свою вину, он будет пытаться заслужить ее одобрение. То есть, как перед мамочкой. Чтобы она сказала, молодец, молодец, умничка. Нет, ну, с мужчиной зрелым так невозможно общаться. Он просто этого не будет воспринимать. И не просто не будет воспринимать, он будет раздражаться. Ему не нравится такой контакт. Он абсолютно ни к чему хорошему не приводит. Следующая фраза. Вот и трахайся со своим Колей. Или там, вот и трахайся со своим спиннингом. То есть, когда мужчина, например, увлечен какими-то делами, общается с друзьями, рыбалка, охота, спортзал. А женщина, например, ей не хватает какого-то внимания, например, и она не может себя чем-то занять. И она начинает в мужчине. Вот и иди к своим друзьям, иди трахайся с ними, иди трахайся с секретаршей, иди трахайся с коллегами по работе. И по какой-то... Вот просто я не могу понять вообще, а для чего женщина это говорит. А представьте, если он буквально это воспримет, скажет, ну, окей. Ну, и трахайся, и трахайся, и пошел потрахался. Вы же для чего это говорите? Для того, чтобы уиздом задеть мужчину, для того, чтобы опять вызвать у него чувство вины, для того, чтобы навязать ему мысли о том, что он какой-то не такой, не полноценный, ненормальный, неадекватный. Это неконструктивное общение. Так себя ведут, как правило, женщины-невротички, которые не умеют иначе интерпретировать свои желания. Понимаете? Вот, допустим, женщина, если говорит, вот иди и трахайся. Эту же фразу можно заменить. Мне не хватает твоего внимания. Давай проведем время вместе. Я по тебе очень скучаю. Мне бы хотелось, чтобы мы там почаще выходили куда-нибудь гулять, посещали какие-то мероприятия. У нас всегда есть выбор. Мы можем сказать либо так, либо вот так. А здесь уже речь идет о чем? О наших паттернах негативного мышления. Мы можем обрабатывать информацию бессознательно, ориентируясь на эти паттерны. А с ними нужно работать. И на моей программе мы тоже это будем делать, поэтому напоминаю, ссылочка у меня в описании. Следующая фраза, просто жутко бесящая, вымораживающая мужчину. Ты ничего мне сказать не хочешь? Ты ничего мне сказать не хочешь? Нет. Нет. А что я должен сказать? Что сказать? В смысле? Ты правда считаешь, это нормально? Что нормально? Ты косишь под дурака. Ну, ты ничего правдой мне сказать не хочешь? Да что ты меня заставляешь вот этой херней заниматься? Это моментально. Там начинается сразу перебор. Вроде бы, слушай, все нормально, хорошо, ничего происходит. И она начинает тебе высказывать какую-то претензию, которая вообще там, ситуация могла возникнуть, там еще произошла 5 месяцев назад. 5 месяцев она вспомнила про нее. Ты мне ничего сказать не хочешь? Часто вы говорите такие фразы? Я рада такая фраза, Рустам? Нет. А как ты обычно ведешь себя? Когда она мне спрашивает, что сказать не хочешь? Я говорю, ну нет. Нет. Что? Понятно. А если да? Ну, понятно. Ладно, и ушла, и обиделась. И догадывайся, чего она обиделась. Подходишь к ней и говоришь, что случилось? Ничего. Уже ничего. Ну, опять, ну да, уже ничего. Ну, реально, что произошло? Догадайся. Да я не умею ее догадываться. И потом сутки проходит, вот это состояние, пауза подвисшая, да? Ага. Ложитесь спать. Да. Отвернется по другой, или в другую комнату пойдет. Или под изъяло спрячется, закручется, там как гусеница, блин. Лежит, один нос торчит. И ты лежишь и думаешь, так, сейчас руку так тянешь в сторону, думаешь, положу сейчас на бедро. Мне тяжело. Когда я на тебе сверху лежу, и мы с тобой занимаемся сексом, тебе не тяжело? Или мне неудобно? Или жарко? Все, а твоя, там, что ты, я тебе приложил, блин, батарею раскаленную, что ли? Мне жарко. Не трогай меня, блин. Не, ну реально, вот, если, знаешь, это прямо такое продолжение фильма, о чем говорят мужчины снимать, ну серьезно, это ужас какой-то. Следующая фраза. Делай, что хочешь. Делай, что хочешь. Мне все равно. Блядь, ну как тебе делать, что хочешь? И тут опять же таки, ты же не говоришь это, слушай, ну ты взрослый мужчина, как бы реши для себя сам, как тебе, в общем, любимый, сделай это, как тебе нравится. А ты понимаешь, ну ладно, хорошо. Ой, делай, что хочешь. Изначально тебе женщина дает понять, что то, что ты хочешь сделать, это просто. Ну, приведу пример. Женщина лежит дома, у нее простуда, температура там 37,8. А они вместе собирались идти на день рождения, значит, там к другу ее, ну к его другу, значит. Вот. Ну и как бы что, любимая, что делать? Она говорит, блин, ну, ну хочешь, сходи сам. Хочешь, сходи сам. А мужчина говорит, блин, да я не знаю, как-то ты болеешь, я там буду на дне рождения, ты здесь больная. Да не, ну нормально просто, ну нормально, правда. Что это, температура невысокая, лекарства есть, я там книжку почитаю, кино посмотрю. Он такой, да, ну ладно. И начинает собираться. И такой, ходит, собирается, надо просто видеть лицо. Женщина, ты что, реально идешь? В смысле? Я говорю, ну да, ты же сама сказала, что нормально. Понятно. Не, ну просто, а представь, если бы я так сделала? Вот как бы ты поступила, если бы я так сделала? Я говорю, блин, подожди, ты же сама сказала, что как бы иди, любимый, сходи. Отдохни, я тут полежу, своими делами позанимаюсь, полечусь. Что теперь нам, вдвоем сидеть, что ли? Ты уже стоишь, думаешь, так, нахуй, день рождения надо, блин. Ну достану из дома. Нет, да иди, что ты сидишь. Ну реально, ты же хочешь, я же вижу по тем, что ты хочешь. Не надо на меня ориентироваться, делай, что хочешь. Вот эта фраза, делай, что хочешь, она тебе говорит, что не делай то, что ты хочешь. Не вздумай, тебя выеб... Высушит. Не надо делать то, что ты хочешь. Вот эта фраза прям прямое указание. Не вздумай, сука, сделать то, что ты хочешь. Понимаешь? Раздевайся, ложись рядом и лежи. И причем будете лежать молча. Она будет сидеть в книжке, а ты будешь листать вот это в Инстаграм, либо в Ютубе шортсы, но ей будет так спокойно, что ты рядом. Ну правда. Я не спорю, знаете, одно дело, когда у женщины температура под 40, ее лихорадит все, она там... Или после операции нужно ухаживать за ней. Ну серьезно, ну невысокая температурка. Ну ты пошел на... А ладно еще бывают, знаете, такие ситуации. Мужчина поехал, она ему начинает. Ну как-то там, как тебе там веселиться нормально без меня? Я надеюсь, ты придешь домой, не на рогах приползешь. И вот она вместо того, чтобы как-то быть в зрелой позиции, она начнет его заваливать этими смс-ками дебильными. Ну ничего, ничего, посмотрим, будешь ты на моем месте, ты поймешь. Ох, господи, это просто катастрофа, девочки. Не надо так себя вести, не надо. Вы должны понимать, что подобное поведение, оно приемлемо для мужчины невротика. Вот есть пара невротиков, которым постоянно в отношениях необходимо поконфликтовать, поругаться, повыяснять что-то, побить посуду, пообижаться друг на друга, потом извиняться, потом опять ругаться. В зрелых отношениях подобный формат общения с мужчиной он просто-напросто не пройдет. Ну потерпит он месяц, ну другой месяц, ну полгодика, ну максимум год, развернется и убежит. В отношениях должны присутствовать два психологически зрелых человека. Состояние психологической зрелости для многих женщин на сегодняшний день это редко присутствующее состояние. Можете обижаться на меня, можете не обижаться. И у мужчин то же самое. И как правило, психологически зрелые люди встречаются и находятся вместе. А женщины незрелые психологически только рассуждают, достойных мужиков не осталось, хороших мужчин нет, все мужики одинаковые. Нет, это именно для тебя открыто окно, в которое входит постоянно мужчины невротики. А в окошко к женщине психологически зрелый заползает мужик психологически зрелый. Его сквознячком туда подносит, говорит, здрасте, Гриша, Анна Галя, давай вместе, давай. У меня под этим видео есть ссылочка. Если вы хотите прийти к пониманию, что такое психологическая зрелость, если вы хотите пошагово узнать, как она формируется и сформировать ее, регистрируйтесь на мою бесплатную программу и из любой точки мира абсолютно бесплатно принимайте участие. Еще одна фраза, которая знакома каждой из вас. Наверняка вы все ее применяли хоть раз в своей жизни. Я же говорила. Вот эта фраза, я же говорила, она, знаете, сообщает мужчине, такой месседж отправляет ему. Я заранее знала, что ты долбанок, но не хотела тебя обидеть прямолинейностью своих изречений, поэтому ждала, пока ты сам обосрешься. И вот ты обосрался сам, я же говорила. Причем очень часто женщины, знаете, как еще любят делать, она видит, что действительно мужчина что-то делает неправильно. И вместо того, чтобы как-то с любовью сказать ему, «Любимый, мне кажется, было бы лучше сделать так». Ну, мне так кажется. Ты подумай, конечно. Ну, как-то повзаимодействовать на взрослой позиции с ним. А может быть так, попробуем. А тебе не кажется, что есть какие-то другие решения? Мне кажется, ты можешь найти другой способ решить этот вопрос. Нет, она смотрит со стороны, ждет, пока ее мужик не справится с поставленной задачей, с какой-то трудностью. И в конце я же говорила. Я же говорила, что так будет. Это касается абсолютно всего. Вот мужчина познакомился там с каким-то другим мужчиной, у них начинается активно развиваться общение, дружба, и жена ему говорит, вот, он какой-то не такой, я чувствую, он когда-нибудь тебя предаст, он когда-нибудь от тебя отвернется, посмотришь, он как бы попользуется, а потом, значит, и забудет, как тебя зовут, потому что ему просто выгодно с тобой общаться, ты понимаешь? И действительно наступает такой момент, к примеру, и эти отношения заканчиваются, этот человек показывает свое лицо, и она, я же говорила, я же говорила, вот, я всегда таким женщинам рекомендую становиться биржевыми брокерами. Идите, работайте, занимайтесь ставками, курсы валют, нефтяные котировки, и в конце рабочего, каждого рабочего дня, я же говорила, курс должен быть вот таким, я угодно, я же говорила, не надо. То есть вы подгоняете факты, подгоняете действительность, подгоняете через свои предположения, значит, различные мыслительные формы, при этом где-то даже бессознательно думаете о том, чтобы у мужчины ничего не получилось, чтобы обязательно произнести эту фразу. Сейчас типа посмотрим, как это будет. Оставьте мужчин в покое, правда. Вот надо заниматься собой, своим развитием, мы будем заниматься собой, своим развитием. И лучше признаваться больше друг другу в любви, нежность проявлять, заботу, а не использовать вот такие вот, значит, фразочки, через которые мы только лишь дистанцируемся друг от друга, а не сближаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова